Депутатский контроль за сельскими округами Какие изменения произойдут в жизни станиц, поселков и сел муниципалитета По службам в списке вашим много спасенных жизней День спасателей Сегодня отмечают профессиональный праздник Те, кто первыми приходят на помощь Такого у нас в муниципалитете объема работ никогда не выполнялось Масштабное благоустройство Как двор по улице космонавтов преобразился благодаря программе «Комфортная городская среда» Сегодня из рук головы города До 11 анапчан получили ключи от долгожданных квартир В рамках государственной программы Муниципалитет предоставил детям-сиротам жилье в современной новостройке В домах есть все коммуникации, а также сделан свежий ремонт Для Дианы и Денисовой в новом году начинается новая жизнь Сегодня они получили ключи от своих первых квартир Из рук головы города-курорта Семь лет семья вела хозяйство у родной тети У самой Ирины Анатольевны двое детей В доме в селе Юровка ютились в пятером Собственные квадратные метры в современной новостройке Также получили еще девять человек Великолепный праздник во всей стране Это Новый год И в преддверии этого праздника Муниципальное образование вам делает такой подарок Вы получаете ключи от квартир Я от души хочу вас поздравить Этот день у вас в памяти останется навсегда Потому что это связано и с получением квартиры И с наступающим Новым годом Вам счастья, удачи, наилучших пожеланий, тепла и уюта По традиции первый в дом заходит кошка Свежий ремонт, обустроенный санузел и кухонная утварь В квартире предусмотрено все для комфортного проживания По заверениям застройщика Территория многоквартирного комплекса будет благоустраиваться В плане просторная парковка, детский сад и школа Очень квартира хорошая, теплая Хороший ремонт Даже пожарная сигнализация есть Со временем они обустроят квартиры мебелью и бытовой техникой А сейчас в подарок им вручили аэрогриль В этом году в рамках государственной программы Дети Кубани 19 анапчан получили долгожданные квадратные метры В августе обладателями квартир стали 8 человек А сегодня еще 11 Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев Анапрегион Сегодня в России отмечается профессиональный праздник День спасателя За 28 лет существования МЧС было спасено более 2 миллионов человек Потушено порядка 6 миллионов пожаров Анапские подразделения в числе лучших служб Краснодарского края Сегодня все те, кто первыми приходят на помощь, получили заслуженные награды Спасатели, пожарные Много спасенных жизней Спасенного материально-технического имущества Спасенных судеб человеческих И это дорогого стоит Уровень доверия населения жителей России Подразделениям МЧС Самый высокий Достигает 92-96% В зависимости от региона Этим самым Подтверждается мысль о том Что вы сегодня защищаете право наших граждан на жизнь По итогам года лучшим работникам были вручены почетные грамоты От имени главы города и городского совета Памятные знаки и ценные подарки А также присвоены внеочередные воинские звания В целом за Анапский пожарно-спасательный гарнизон Была поставлена высокая оценка Губернаторам Краснодарского края Было вручено благодарственное письмо За обеспечение безопасности Чемпионата мира по футболу В 2018 году В котором мы успешно провели Все мероприятия необходимые Для обеспечения безопасности Проведения чемпионата мира Не обошлось в этот день и без сюрпризов Вадим Пономаренко служит в 44-й пожарной части Сегодня ему вручили памятную медаль От президента страны За участие в фестивале молодежи и студентов Который прошел в городе Сочи На службу я пришел 1 сентября 2009 года Я поступил в специализированный вуз Именно МЧС И по окончанию учебы я был распределен в Анапу И работаю здесь Уже 5 лет я нахожусь в Анапе Работаем Тушим пожары, заступаем на смены Выполняем свой долг А завершилось праздничное мероприятие Традиционным концертом лучших творческих коллективов Анапы МЧС Летей не бросит никого из нас Отважные спасатели России Руслан Душевский Анапа-регион Лучшим пожарным Кубани стал анапчанин Михаил Абраменко несет службу в станице Гостогаевской В смотре конкурса пожарные сдавали спортивные нормативы Совершали подъем на высоту 4-х этажного дома в полной экипировке А также прошли тест по теоретическим знаниям Лучший пожарный поделился с нами секретами мастерства В пожарной охране Михаила Абраменко работает 6 лет Службу начинал в Амурской области Когда переехал в Анапу, устроился на пост в станице Гостогаевской Как вспоминает Михаил, в детстве он мечтал о работе спасателя Рос в маленькой деревне и пас коров недалеко от пожарной части С дружбой с сотрудниками и началась его карьера спасателя Как отметил пожарный, в их работе есть множество нюансов Которые можно узнать только на практике Только обмундирование весит порядка 8 килограмм У нас в части нет базы ГДЗС Ну и соответственно при тушении дома совсем недавно Как возгорание было именно перекрытие Необходимо было подать ствол со второго этажа По прибытии туда, ну как ствол был все подан А дышать-то невозможно, ну снял перчатку и в рукав И можно какое-то время подышать к себе в руках боевую одежду Ну и нормально, зато все потушено, пожар ликвидирован Заявку на конкурс отправил начальник поста По его словам коллектив ни на секунду не сомневался в Михаиле Надежный сотрудник и душа компании стал примером для многих членов подразделений На краевом смотре конкурса оценивалось выполнение нормативов Практика на полигоне, а также знание теории По работнику видно, как он целеустремленно подходит к этому Есть люди, которые заставили и он пошел А есть люди, которые ответственно подходят к этому Он захотел, он добился Потому что я его вижу каждый день на работе И он достаточно так влиятельный и в коллективе И в неформальном отношении он тоже старается доказать, что он может Мне было очень приятно, я ему позвонил, поздравил, сказал, что ты занял первое место Что в крае ты такой один Он говорит, тяжелая борьба была, но он справился Как говорит Михаил, он будет участвовать в конкурсе и в следующем году Его стремление поддерживает начальник и анапские коллеги Произошел пожар в сад Колос И вот там горел двухтажный дом И мне один человек спросил Почему вы идете туда, откуда люди бегут? Ну, как бы, это наша профессия Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-Регион Работа и размещение ярмарок-привозов Обеспечение коммуникациями новых коттеджных поселков И соблюдение правил застройки Эти вопросы были рассмотрены во время выездного совещания депутатов муниципального совета Народные избранники побывали сразу в нескольких сельских округах Первый вопрос – работа ярмарок-привозов в сельских округах Комиссия, в состав которой вошли депутаты городского совета Сотрудники администрации и общественники Прибыли в село Джигинка Неожиданный визит чиновников не застал продавцов врасплох Все работали согласно правилам Но замечания все-таки нашлись Здесь же с аграриями в одном ряду расположились продавцы одежды При этом разрешительной документации на торговлю у них не оказалось Информация донесена до главы сельского округа Цены приемлемы у нас на ярмарках Идет постоянно мониторинг цен каждый четверг у нас Они ниже рыночных на 15-20% Единственный вопрос здесь касался, что рядом была стихийная торговля вещами Которое было дано поручение главе в кратчайшее время ее или узаконить И привести в соответствующий вид А вот в станице Анапской проблема иного характера Здесь ярмарка-привоз расположилась недалеко от школы Многочисленные автомобили посетителей рынка не только создают угрозу жизни школьников Но и провоцируют многочисленные пробки на выезде из станицы Депутат городского совета Светлана Хижняк выступила с предложением о переносе ярмарки в другое место Здесь возможно не только организовать торговлю, но и сделать отдельную стоянку Которая не будет мешать другим автомобилистам Альтернативный вариант – перемещение привоза в район рынка Николаевский Однако эту инициативу депутаты и общественники не поддержали В данный момент хотят ее перенести сюда на рынок Николаевский У нас этот прецедент уже был когда-то Здесь будет очень сильное столпотворение Здесь у нас большой куст Здесь Сбербанк, амбулатория, скорая помощь, полиция Если сюда принести ярмарку-привоз, то здесь будет перекрыто все движение Тут невозможно будет двигаться Также был рассмотрен вопрос о застройке сельских территорий В станице Гостогаевская не так давно появился целый коттеджный поселок Однако застройщик даже не озаботился вопросом его обеспечения мощностями Заместитель председателя городского совета Александр Смирнов дал поручение разобраться в сложившейся ситуации Ни одного столба электрического нету Что с водой, что с электрическим, завтра они придут Вот это 50-60 домов придут и завтра скажут Давайте нам воду, давайте нам газ Следующая остановка в поселке Виноградный Благодаря неравнодушным жителям и поддержке городской администрации Здесь вновь продолжится строительство сельского храма Необходимая сумма для изготовления и установки куполов собрана Сегодня должен быть замерщик Мы собрали деньги на купола Он меряет эти вот именно барабаны Чтобы купола совпали с периметром строений И сегодня будет еще замерщик, который будет мерить окна То есть мы к весне должны подойти уже с куполами и с окнами По весне, может, даже приступим уже к отделке Это заключительное выездное заседание комитета По вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса в уходящем году Все проблемные вопросы по итогам этого объезда Народные избранники обсудят на заседании, которое состоится в конце января Тогда же и будут приняты постановления, которые придут на рассмотрение Главе города-курорта Анапа Руслан Душевский, Анапа-регион И к другим темам Более 600 рабочих мест для анапчан с ограниченными возможностями здоровья Было создано в этом году Такие данные были озвучены на итоговом заседании территориальной трехсторонней комиссии Подробности в нашем сюжете По данным Управления экономики, крупные и средние предприятия в Анапе продолжают развиваться Объемы производства растут Многие анапчане смогли найти работу в санаторно-курортном комплексе Предпринимательская активность в муниципальном образовании продолжает оставаться одной из самых высоких в Краснодарском крае Чистость хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 октября 2018 года составила 11 335 единиц Что на 26% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года Увеличилось и число рабочих мест Предприниматели сотрудничают с Центром занятости населения и принимают участие в ярмарках вакансий На них анапчане проходят собеседование и могут рассмотреть несколько вариантов трудоустройства Ярмарки проводятся и для людей с ограниченными возможностями здоровья Постановлением администрации муниципального образования курорта НАПО утверден перечень предприятий У которых установлены коды для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы на 2018 год Для исполнения постановления 239 предприятий создали 695 рабочих мест для трудоустройства инвалидов Через Центр занятости в 2018 году работу нашли более 5000 анапчан Руководители предприятий, предоставляющие места особой категории граждан, были отмечены благодарностями администрации города Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион Мы продолжаем рассказывать о результатах реализации программы формирования комфортной городской среды на курорте Сегодня о дворе дома по улице Космонавтов, который также попал в проект в этом году Одна из самых больших территорий, почти 7 тысяч квадратных метров у двора дома 34 по улице Космонавтов Местные жители в оценке произошедших перемен эмоциональны, но немногословны Ой, ужасно было, ужасно было А теперь будет во, я вот палец показываю всем, во у нас как Однако и после вхождения в программу «Городская комфортная среда» этот двор остался в числе проблемных Подрядчик скрывал график работ Чтобы исправить ситуацию, сюда приезжал глава Анапы лично Юрий Федорович взял объект под свой контроль В итоге двор был сдан в установленные сроки Самый убогий угол был Космонавтов 34 Поскольку здесь общежитие, все время к нему как-то негативно относились И когда пришла эта программа, и когда мы услышали и от депутата Аксюна Алексея Александровича Что мы выходим в эту программу, и именно будет эта территория благоустраиваться Здесь у нас есть коллектив пенсионеров, участников тыла Они всегда здесь сидели, отдыхали, пели песни Даже дети восхищаются тем, что какая красота Спасибо большое всем за эту красоту В этом году масштабное благоустройство проводилось по всему городу Одна из задач, которую поставил Юрий Поляков Анапа должна стать комфортным курортом для отдыхающих и уютным домом для местных жителей Такого у нас в муниципалитете объема работ никогда не выполнялось Только дворовых, общественных территорий Как мы знаем, в субсехе открылся сквер воинской славы Кроме того, что, вы знаете, Юрий Федорович дал старт акции озеленения города Где высаживаются деревья, ели, то есть озеленяется город Для нас это очень важно, как для муниципалитета, как и для, хочу подчеркнуть, и для отдыхающих Которые приезжают к нам в летний период, так и для местных жителей Потому что раньше был акцент сделан именно на курортную территорию Где непосредственно, ну, для приезжающих, да, наших отдыхающих людей А как-то были дворовые территории, где спальные районы, они были забыты Сейчас же, скажем, и администрация, да, и законодательная власть Сделала на это упор, и мы видим результат А местные жители на этом останавливаться не собираются Они решили этой весной здесь насадить дополнительно несколько деревьев И порядка двух десятков кустарников Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-Регион Далее информация о партнере программы Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру По специальным сниженным ценам не упустить возможность Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте Анапрегион.ру Я с вами прощаюсь, до встречи Тренажерный зал «Витязь» Все виды тренажеров Отдельный кардиозал Женский зал Вертикальный солярий и инфракрасная сауна Школа бокса И, конечно, настоящая спортивная атмосфера Абонемент для женщин всего от 800 рублей «Витязь» Анапа-Самбурова 254 Мы делаем спорт доступным Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин